Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Завершилось трехдневное голосование по довыборам депутата Государственной Думы от Карачева-Черкесии. Как отметили эксперты и общественные наблюдатели, все было организовано на хорошем уровне, с высокой явкой и отсутствием серьезных нарушений. В последний день свой выбор сделал и глава Республики Рашид Тимрезов. О том, какими запомнятся выборы 2023 в сюжете нашего корреспондента Артура Мкце. Выборы 2023 можно считать частью истории. И хотя на момент подготовки сюжета итоги голосования по определению представителя Карачаева-Черкесии в Нижней Палате Федерального Парламента еще не были подведены, саму организацию в регионе трехдневных выборов стоит признать качественной и успешной. С самого начала политологи и общественные наблюдатели следили за тем, что происходило на всех избирательных участках и отмечали как высокую активность населения, так и отсутствие каких-либо нарушений. Так, позитивное настроение жителей Черкесской чувствовалось чуть ли не в каждом месте, где проходило голосование. Где-то люди приходили в национальных костюмах, на других участках для горожан устраивали небольшие представления. Организаторы постарались создать праздничное настроение, которое передавалось бы и приходящим гражданам. Первые два дня очень хорошая высокоявка была, особенно в первой половине, где-то часов до двух, до трех. Избиратели идут разных возрастов, и молодежь, и более старшее поколение, с детьми. В общем-то, все очень доброжелательно, спокойно голосуют, все хорошо. Мобильный уик в этом году – это новшество с Москвы. Нас обучали членов комиссии. Девочки ходили целый месяц. Две волны была. Первая волна, две недели, и потом вторая тоже непосредственно перед выборами. Ну, тоже, в общем-то, более-менее спокойно люди реагировали. Каких-то эксцессов лично на нашем участке недовольств сильных так не было. Представители разных поколений, сфер деятельности, интересов. У каждого были свои причины, чтобы посетить избирательный участок. Но оставляя отметку на бланке, люди надеются, что окончательный выбор народного избранника в Государственной Думе будет сделан в пользу того, кто проявит инициативу и неравнодушно относится к своим обязанностям. Мы должны все вместе, несмотря ни на какие сложности, работать на благо и на процветание нашей республики, наших людей, заботиться о жителях. И это роль и депутатов Госдумы, и депутатов парламента, городских, муниципальных, всех депутатов, которые взяли на себя ответственность представлять интересы людей. В завершающий день на избирательном участке проголосовал и глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов, который позже отметил, что считает выборы важной частью общественно-политической жизни и республики, и страны в целом. Он поблагодарил жителей региона за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к будущему. 10 сентября ровно в 8 часов вечера были закрыты все участки для голосования. Начался важнейший период подсчёта голосов. Где-то в этом помогала автоматизированная система, на других учёт волеизъявления населения проводили члены комиссии. Результаты голосования стекались в избирком Карачао-Черкесии, который и подвёл черту под выборами 2023. Артур Мухцелек Малхожев, Вести, Карачао-Черкесия. Активное участие в голосовании на выборах приняли и жители Карачаевска. На всех избирательных участках представители всех возрастов, отдавая свой голос, отмечали, что будущее в их руках. О том, как проходили выборы в Карачаевском городском округе, узнавал Алихан Лепшоков. С раннего утра в избирательном участке номер 66, находящейся на базе первой школы Карачаевска Многолютно, Шамиль Узденов вместе со своей дочкой пришёл на выборы. «Для меня участие в голосовании – это мой долг, и считаю, что каждый должен осознавать ответственность за наше будущее», – отметил он. «Многие, спустя рукава, к этому относятся, но каждый на своём месте должен сделать свой выбор. Я хочу, чтобы подрастающее поколение жило в прекрасной стране. Я из того поколения, которое вырос в Советском Союзе, перемены 90-х повидал. А сейчас подрастающая молодёжь даже не знает, как может быть худ плохо. Так что вот сейчас живём, слава Богу, ни в чём не нуждаемся. Ну, всегда какие-то трудности бывают, не без этого, но всё познаётся в сравнении». По словам председателя избирательного участка, голосование прошло в штатном режиме без нарушений. Важно отметить, что здесь очень доброжелательная атмосфера и организовано всё для безопасности граждан. «Проходит последний день голосования из трёхдневного срока. Выборы проходят активно. Граждане, проживающие на нашем избирательном участке, проявляют высокую степень ответственности, доверяя тем самым нашему руководству. Мы надеемся на благополучный исход сегодняшнего дня». Настоящая праздничная атмосфера царила на 65-м избирательном участке, находящегося на базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева. Артисты отдела культуры Карачаевска встречали избирателей яркой музыкальной программой. «Обязательно надо выбрать человека, чтобы он заботился о людях». «Выборы заключаются в том, что желание всех людей, не одного-двух человек, а всех берётся». Избирательный участок посетил мэр Карачаевска Марат Урусов. Он отметил, что жители, вооружившись хорошим настроением, идут на выборы. В течение этих трёх дней администрация городского округа постаралась, чтобы избиратели могли комфортно выполнить свой гражданский долг. «В целом всё идёт в штатном режиме, никаких желоб не было. Народ настроен позитивно, посещаемость стабильная, высокая. На всех участках организовали праздничные мероприятия, чтобы показать людям, что выборы – это своего рода праздник. У нас работают в певце отдела культуры города Карачаевска на разных участках, причём как бы одновременно». А вот так весело и вкусно проходили выборы на избирательном участке, который расположился в здании Качагу имени Умара Алиева. Здесь каждый мог выпить горячий чай из самого большого самовара ручной работы, вместительностью 64 литра. Избиратели, отдав голоса своего кандидата, наслаждались во дворе университета чайпитием и весёлой музыкой. Али Халебшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Карачаева-Черкесии Софья Юсуповна Барлакова также выразила свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании по выборам депутата Государственной Думы России 8-го созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 16. Софья Юсуповна за свою жизнь, а ей сейчас 99 лет, голосовала уже десятки раз и считает, что свой выбор нужно делать обязательно. «Принимая участие в выборах, вы демонстрируете своим детям и всей молодёжи, что это важно и что каждый имеет право на голос в принятии решений о будущей страны». «Они должны увидеть, что их голос имеет значение и может повлиять на то, как будут жить их дети и внуки», отметила педагог. Большим и ярким событием стали выборы в Карачаевском районе. В высокогорном ауле Учкулан жители шли на выборы, как на праздник. Под живую музыку в национальных костюмах избиратели активно исполняли свой гражданский долг. Старейшины аула Каменомост, труженики тыла и бойцы, вернувшиеся зоны проведения специальной военной операции, пришли на участки в хорошем расположении духа. Трёхдневное голосование сопровождалось танцами, песнями и прекрасным настроением. Перед избирательным участком организовали той, не удержавшись. Долгожители пустились в пляс. Выпавший в горах снег не повлиял на настрой молодых людей из Верхней моры. Несмотря на погодные условия в субботу, джигиты посетили избирательный участок номер 140 на лошадях карачаевской породы и сделали свой выбор в пользу будущего нашей страны. Об итогах выборов расскажем во второй части нашей программы. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днём в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,8, в горах минус 2, плюс 3. В северных и центральных районах местами заморозки до 2 градусов мороза. Днём 20-25, выше нуля. В горах местами до плюс 16. В Черкесске без существенных осадков ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днём 22-24 градусов тепла. И сегодня объявлены итоги голосования. На довыборах депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу номер 16 Карачаева-Черкесии по итогам обработки протоколов за 8, 9 и 10 сентября явка избирателей по республике составила более 70%. Председатель избирательной комиссии Лариса Абазалиева отметила, что за три дня голосования жалоб и нарушений не выявлено. По результатам наибольшее количество голосов набрал кандидат от «Единой России» Султан Узденов. За него проголосовали чуть более 71% избирателей, а это 148 692 человека. На втором месте Кемал Беддаев от партии КПРФ. Заур Акбашев, который представляет партию «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» на третьем. На четвертой позиции Олег Жидяев от ЛДПР. И на пятом Ахмед Абазов, представитель партии «Яблоко». Признать дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по 16-му одномандатному округу состоявшимися и результаты выборов действительными. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва зарегистрированного кандидата Узденова Султана Джошарбековича, получившего наибольшее количество голосов избирателей. Голоса избирателей за остальных кандидатов распределились следующим образом. Абазов Ахмед Назирович – 3213 голосов, это 1,54%. Акбашев Заур Магомедович – 16280 голосов, 7,79%. Батаев Кемал Курманович – 13,03% от голосовавших по республике, что составляет 27216 человек. И Жидяев Олег Евгеньевич – 13180 человек отдали ему свои голоса, что составляет 6,31%. Сегодня в общественной палате Карачева-Черкесии состоялась пресс-конференция по итогам выборов. Выступившие отметили, что на избирательных участках применялись 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. На остальных участках применялась технология составления протоколов с машиночитаемым кодом. Также применялось видеонаблюдение во всех 12 территориальных комиссиях и на 103 избирательных участках республики. Остальные участки были обеспечены видеорегистраторами. Следили за ходом голосования на протяжении всех трех дней более 500 наблюдателей от общественной палаты и более 1000 наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Жалоб в избирательную комиссию и во все ниже стоящие комиссии не поступило. В общественной палате Карачева-Черкесии работал круглосуточный центр общественного наблюдения. Не зря я сказала круглосуточный. Действительно, вы все были свидетели. У нас было с вами дежурство и днем, и вечером, и, конечно, ночью. Куда были приглашены, вы знаете, представители партии, СМИ, экспертное сообщество и наши замечательные волонтеры. За ходом голосования следило более 500 наших наблюдателей, которые мы с вами подготовили. И мы все смотрели в режиме реального времени. Итак, мы можем сказать, что выборы прошли конкурентно, открыто и, самое главное, что законно. По итогам Всероссийского фестиваля конкурса «Литературная карусель» талантливый поэт, прозаик, переводчик, редактор, член Союза писателей России Алла Чучаева вошла в тройку призеров фестиваля. Целью конкурса было привлечение внимания авторов и широкого круга читателей к современной российской детской литературе. Более 300 талантливых произведений были представлены на конкурс из 48 городов страны. Алла Чучаева стала единственным литератором со всего Кавказа, вошедшим в число лауреатов и победителей, отмеченных медалью. Каждый православный верующий Карачева-Черкесии может поклониться святым мощам великомученика Георгия Победоносца и попросить небесного покровителя, воинов, о себе, своих близких и наших бойцах. Столица Карачева-Черкесии вошла в число городов, в которых с мая по сентябрь текущего года по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла проходит Всероссийский молебен о победе. Завтра архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилак с духовенством прихода в Карачева-Черкесии встретит святыню в Никольском кафедральном соборе Черкеска в начало торжественного богослужения в 9 часов утра. И в связи с прибытием мощей Георгия Победоносца в Черкесск и проведением молебна победы 12 и 13 сентября будет введено полное ограничение движения автотранспорта. Целый день на проспекте Кирова от улицы Комсомольская до дома 23 по проспект Кирова до дома Печати. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская, бедная Лиза», часть 1. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»